всем привет пока у нас адская жара в черногории на балканах вообще я не могу снимать обзоры моих любимых крепостей старинных городов давайте побалуем себя нашей любимой рубрикой интересные камни недели номер один уникальный в своем роде камень этот турмалин параиба да да это именно он то есть он и такое тоже бывает параиба бывает и серая и вот сине-зеленая и совсем синяя и вот такая чистая зеленая она с того же месторождения что и привычная нам параиба но видите здесь медь именно она дает цвет до имеет какой-то другой процент содержания другую валентность и в общем камень получился вот такой я если честно впервые в жизни держу руках такую параибу камень у нас мы его уже забрали себе сейчас вот думаю что делать продавать или оставить себе для коллекции мне вроде носить его как-то не с руки но вот поэтому пока я в колебаниях но показать вам от камень я хотел обязательно номер два опять уникальный камень у нас сегодня их несколько будет это александрит он из танзании я говорил как то что находят там камни примерно раз два года до ювелирного качества в танзании александриты то есть это сам один из самых редких камней драгоценных на планете земля а вот такие крупные и чистый и при этом чтобы он еще был и яркий но вот как бы на моей памяти впервые и такие старейшины добычи камней драгоценных в танзании тоже говорят что за 20 за 30 лет их опыта до в драгоценных камнях вот такой нашли впервые он попал ко мне в руки у него не такой серьезный реверс то есть он не меняет цвет с ярко-красного прямо на ярко-синий да но зато посмотрите это тот самый уникальный случай когда сам по себе александрит вот просто на улице выглядит просто ну офигенно да то есть другого слова не подобрать обычно они ну такие с трещинками и собачками это прям уникальный то есть это конечно же инвестиции это конечно же камень но уровне мировых аукционов и плюс посмотрите на него уже сделать сертификат в серьезной лаборатории камень в отличном состоянии не подвергался никаким обогораживанием то есть вот так выглядит уникальная уникальность как я люблю говорить номер 3 белый сафир для новеньких объясняю да сафиры бывают белые тоже и очень часто их используют люди покупают ну во первых конечно просто те кто любит необычные сафиры но и те кто мечтают о крупных бриллиантах но не могут себе позволить или не видят в этом смысла да такой бриллиант такого размера 9 карат будет стоить конечно же миллионы долларов не специалист не всегда на глаз может отличить бриллиант от сафира по твердости они довольно близки по шкале моса да вот камень очень красивый он очень красиво играет и посмотрите мы по вашим просьбам экспериментируем со съемкой почему я не люблю снимать камни в пинцете или вот в коробочках вот смотрите когда вы смотрите на него в пинцете в коробочке вы понимаете какого он размера я например нет не понимаю вот собственно поэтому стараемся снимать камни на пальцах так и ты хотя бы примерно можешь понять вот какого он размера и как он вообще будет выглядеть да у тебя на руке номер четыре тут у нас очень хорошего цвета чистоты и как я называю это качество близкучести до камень очень веселый это у нас гранат вот 18 карат он подходит или на какое-то такое прям вечернее украшение на палец или на подвеску идеально подходит вот такой камень достоин чтобы его окружить бриллиантами черными или белыми я конечно же окружил бы черными вы знаете мои вкусы вот собственно такие гранаты появляются крайне редко за прошлый год вот такой крупный чистый прям чтоб он такой был яркий попался один раз и здесь мой любимый такой плавный уход в черное очень люблю такое сочетание когда он не просто красный или не просто розовый а он такой черным проблеском номер пять шпинель всем карат цвет я бы не сказал бы что он прям выдающийся да обычно все охотятся за ярко-красный шпинелью что является очень большой редкостью или например за мои любимые сумеречные грозовой но данный камень он имеет очень интересный такой опять же уход в черный я считаю что он выглядит очень благородно 7 карат и форма огранки то есть размер да и форма огранки позволяет из него сделать я считаю очень хорошее мужское украшение женское тоже можно но вот я считаю что прямо для мужского он идеально подходит знаете когда у тебя на руке что-то дорогое и при этом оно такое не кричащие неброское да особенно если сделать матовое чернение мое любимое то мне концерт камень прям идеально он рожден для мужского перстня номер шесть еще один уникальный камень у нас выпуске это как вы думаете что это лунный камень но вот ведь включение в нем так вот получились до природа так все подстроила что он похож на я бы сказал что у него какой-то жемчужная игра жемчужный отлив в принципе но вот для меня это какой-то ограненный жемчуг до взяли очень крупную дорогую великолепную жемчужину взяли ее огранили так конечно не делают вот так жемчуг не гранят но тем не менее умный камень в данный под который вы смотрите данный который он уникален я таких никогда не встречал и люди которые работают на добыче лунного камня никогда такого вообще не видели внешне до огранки он выглядел совершенно обычным и никто даже не мог предположить что получится вот такая удивительная красота из казалось бы самого обычного заурядного камешка но вот бывает такое номер семь это самый обычный классический крупные 9 карат сафир royal blue он довольно чистый у него очень хороший классический прям цвет royal blue до королевский синий и собственно я вот если бы вы меня спросили стоит ли его покупать да это не инвестиции то есть если вы очень любите синие то его покупать не стоит потому что ему на замену можно найти великолепный танзанит только он будет в разы до дешевле если просто синие носить но если вы любитель сафиров или по гороскопу вы верите в гороскоп и вам положено носить синий сафир обязательно да мне например мой шаман сказал что если я буду носить синий сафир на указательном пальце главной руки но я левша поэтому я главная рука левая то это мне принесет деньги вот если вы все это верите то конечно же вот такой сафир он для вас подходит и по своей чистоте яркости по качеству камень конечно же но он такой топовый да вот один из лучших синих сафиров которые я когда-либо видел номер восемь шпинель мохенги много уже показываю я таких шпинелей но вот это она отличается этот камешек да он отличается от остальных почему у него очень необычный цвет вот посмотрите запомните этот цвет называется hot pink горячий розовый для шпинели нет вообще такой шкалы в цветовой классификации да то есть сертификате не напишут ни махенги потому что такого цвета тоже нет ни hot pink горячий розовый тоже не напишут но для сафиров в шкале есть вот такая градация да как горячий розовый и у меня есть заказы на сафиры такого цвета я с трудом их нахожу крайне крайне редко вот здесь ведь так получилось что шпинель вроде как да чуть-чуть у него оттеночек нестандартные и она уже совершенно полностью подходит под наши критерии по горячим розовым сафиром данном случае мы под заказ клиенту делаем замену то есть камень уже продан вот мы собственно не смогли найти горячий розовый сафир но нашли горячую розовую шпинель с нетипичным немножко оттеночком да вот такой интересный момент камень 3 2 карата он не крупный но собственно мы искали не крупный вот и камень уже продан номер 9 самый обычный цеварит очень хорошего размерчика то есть она для мужского перстня подходит и для женского украшения зачем показу просто напоминаю что они у нас есть они у нас бывают добычи не ведется уже больше года для людей которые ищут зеленый изумруд вот напоминаю что бывают зеленые гранаты они же африканские изумруды они же цевариты которые под цветовым качеством часто лучше чем изумруд поэтому обратите внимание мне кажется что этот камень у нас уже продан но у нас два-три каких-то похожих подобных мы по качеству до хороших по качеству мы найти всегда можем поэтому пишите обязательно в ватсап номер десять лунный камень не сказал бы что он прям какой-то уникальный просто очень хорошего качества и тут нам повезло с формой то есть когда мы его гранили вот камень дал себя ограничить именно вот в такой форме поэтому с ним можно сделать мужской перстень запросто мой кстати скоро будет готов обязательно похвастаюсь покажу вам и опять же я очень хорошо вижу этот камень не вот с матовым чернением мне кажется будет прям очень дорого богата благородные скромно все вместе одновременно будет смотреться поэтому у нас есть таких несколько всегда то есть лунный камень это ни в коем случае не редкий камень но если не считать который вот был выше и который будет скоро ниже то рассмотрите вот это прям такой хороший обыкновенный я бы его так назвал номер одиннадцать то же самое обычный рядовой очень хорошего качества цвета гранат красный алый 6 карат на форма огранки опять же очень удачная поэтому подходит и для женского украшения и для мужского в принципе вот обратите внимание он на видео выглядит кривоватым да я уже говорил что почему-то камни квадратные прямоугольные огранки они всегда выглядят немножко поехавшими со скошенными гранями на самом деле нет это не так вот этот эффект оптический он всегда почему-то именно в такой форме огранки присутствуют я много раз микрометром перемерял все все грани все в порядке вот смотрите такие гранаты мы можем находить гранит под заказ обычно где-то ну раз за два-три в месяц нам вот такие прекрасные попадаются поэтому под заказ можем найти еще этот камень мне кажется что уже продан но на всякий случай если прям он именно он вам понравился напишите в директ я не в директ вот сам извиняюсь вот сам да номер 12 крупный чистый сфен он же титанит есть такой камень добывается он в нескольких странах на шри-ланке в том числе вот именно этот был добыт на шри-ланке он показывает очень разнообразную цветовую палитру от золотистого до такого прям ядовито-зеленого но вот этот мне понравился он какой-то такой непонятного оттенков и цветов непонятные до камуфляжных я называю такое сочетание цветов оттенков мне кажется тоже что он прекрасен вот своей приглушенности да то есть он такой скромный и именно поэтому и он интересен номер 36 карат сапфир вот вы привыкли наверное уже к тому что у меня часто здесь мелькают яркие оранжевые гранаты из танзании но вот смотрите такие бывают такого цвета бывают и сапфиры он прям такой апельсиновый солнечный опять же я не скажу что это прям редкость да но вот форма огранки интересная я ношу кольца такими оранжевыми сапфирами и в принципе считаю что этот цвет он для мужчин вполне годится вот вы часто спрашиваете а что бывают не мужские цвета но вот розовый как-то пока к мужчинам обиход не не зашел пока давно мужские персни но вот такой апельсиновый оранжевый я думаю что вполне номер 14 все кто смотрит меня давно помните дедушку из танзании у которого мы там залезли в ямку да и нарыли довольно приличное количество гранатов за короткий временной промежуток вот от него продолжает приходить очень хорошего качества камни посмотрите цвет конечно же но он уникальный да то есть пурпурный розовый ну даже тянет в принципе на горячий розовый но здесь присутствует то чего нет шпинели которая была выше это мой любимый уход в черный цвет вот он здесь есть черными бриллиантами с белыми бриллиантами без бриллиантов этот камень в женском украшении будет смотреться но я считаю что прям огонь если есть среди вас экспериментаторы кто-то хочет попробовать такой цвет в мужском украшении давайте попробуем надо когда-то уже начинать номер 15 и вот мы подобрались к еще одному уникальному камню это лунный камень так называемый радужный лунный камень да в основном из них почему-то делают кабошоны когда и вдруг находят и такие редко попадаются но вот мы решили его огранить в какую-то более-менее стандартную огранку чтобы не срезать большое количество мы его сделали вот таким каплевидным я думаю что и для кольца и для подвески он вполне подходит и я вот честно не вижу чем он хуже допустим тех же бриллиантов да по впечатлениям и ощущениям которые дает камень он ну совсем не ниже уровнем я так не сказал бы хотя изначально камень считается каким-то очень простым совсем да и каким-то очень дешевым но это конечно же связано еще с большим количеством подделок то есть лунный камень тоже подделывают и довольно больших масштабах номер 16 напоминаю говорил уже когда-то у нас бывают вот такие парные цевариты или зеленые гранаты где-то три-четыре пары мы всегда можем найти то есть они у нас есть можно купить набор ну то есть какой-то для кольца центральный крупные и на серьги да или если вы уже приобретали у нас какой-то центральный крупный вот то вот пожалуйста обратите внимание просто вы часто спрашиваете ватсап меня вот пожалуйста у нас есть зеленые гранаты которые гранили специально для вас если вы уже покупали у нас зеленый гранатное кольцо и вы им довольны и хотите продолжить себя радовать и развлекать вот имейте ввиду в наличии номер 17 а вот как раз пример яркого такого титанита или стеной который бросается в глаза кстати из названия понятно да что в нем содержится титан и ведь титан он распределяется там в разных количествах по камню и дает совершенно потрясающие проблески и отблески и блики и все что угодно как угодно можно это называть но камень уникальный я считаю что незаслуженно как-то мы его обошли вниманием да я раньше и мне занимался надо для себя сделать кольцо показать вам и вы тоже начнете им интересоваться я в этом уверен вот он по количеству бликов до или по игре дает лучший результат и выше чем даже блин то есть это такой уникальный камень и собственно данный экземпляр довольно крупный 16 карат и цвет вы сами видите я думаю что не нужно его хвалить я уже похвалил но даже лишнего наговорил то есть он конечно же уникален своей красоте номер 18 опять привет от дедули из танзании он кстати отлично чувствует я с ним по телефону регулярно разговариваю и придает то вот такие уникальные камешки правда не в огранке то есть мы пока не ограни мы не знаем что там будет внутри бывает что не очень я кстати планирую такую рубрику новую не интересные камни деле да потому что вот тут я отбираю один из 100 а что у нас за кадром остается вы не видите я думаю что вам будет интересно в комментариях напишите смотреть всякие мутные бледные треснутым то есть все неудачные попытки показывать как фильмы показывают да там неудачные дубли в конце фильма вот могу организовать такую же рубрику мне по крайней мере она довольно интересно так на память чего бывает странного неинтересного и некрасивого у нас номер 19 также мы огранили помните да что мы нашли клад и мы огранили оттуда наверное штук 6-8 парных шпинелей отличного качества и цветов видите здесь одну пару есть прямоугольные овальные всякие разные другие вот поэтому если вы хотите дополнить свой набор или сразу получить не один камень а прям набор целый пишите пока вот у нас парные есть я рассказывал да насколько сложно искать парные камни то есть это очень редко бывает у нас там просто очень много было камней и мы смогли из них подобрать несколько пар но чтобы вы понимали одна пара подбирается иногда из 200-300 камней то есть это прям сидишь перебираешь перебираешь и раз вдруг совпадению тебя по оттенкам совершенно полное номер 20 еще один гранат у нас из танзании последний на сегодня не буду вас больше мучить пурпурным и розовым но вот я не могу пройти мимо когда такой вот яркий переход с розового далее из красного вот в черный да у меня всегда прямо завораживает я поэтому решил что вам тоже будет приятно посмотреть говорил уже когда то что есть мнение одного ученого что нам с вами приятно смотреть вот на такие яркие цвета потому что наш мозг в них распознает фрукты и нам приятно потому что раз фрукты яркие значение спелые знать сейчас будет очень вкусная ням-ням собственно поэтому эта рубрика так востребованы и я даже свои вот эти видосы лучшие камни деле регулярно пересматриваю очень сильно повышает настроение рекомендую номер 21 великолепный зеленый турмалин это вот для тех кто любит зеленый цвет и этом по гороскопу нужного да вам зеленый да но вы не хотите платить очень много за изумруд или просто много за зеленый гранат цеварит вот пожалуйста бывают такие турмалины я не считаю что он прям намного хуже изумруда или цеварита да конечно это не инвестиции да такой камень можно найти и он не так быстро растет цене да но тем не менее порадовать себя любимого или свою любимую прям почему бы нет то есть отличный зеленый цвет я никаких минусов в нем не вижу и у нас в семейной этой в кубышке с драгоценностями до пару таких турмалинчиков тоже есть и они ничем не хуже тех же изумрудов вот так внешне номер 22 приятный турмалин 33 карата он ведь он номер 22 карата 33 такие сдержанные не яркие цвета крупноват он конечно для персня но для подвески как раз вот самое то что нужно добывают такие турмалины в конго в основном в разных странах но самые интересные экземпляры как правило приходят из конга собираюсь обязательно туда поехать вот сейчас изучаю как там опасно не опасно этот камень чем не понравился у него цвета такие вот приглушенные скромные да очень многие из вас не любят яркие какие-то кричащие цвета кто-то наоборот заказывает даже когда-то девушка сформулировала я хочу такой камень чтобы я по улице шла и все видели вот ну вот кто-то хочет наоборот я например любитель тоже не ярких цветов вот такие турмалины мне очень нравится номер 23 просто очень хороший очень яркий отличный чистый турмалинчик 16 карат не инвестиции не редкие то есть при желании такой найти можно даже можно найти на выбор да там две-три штучки ну не скажу что каждый день такое находят да вот собственно опять же розовый гранат розовый сафир и вот этот розовый турмалин можно смело ставить с этими камнями в один ряд и он ничем не уступает ничем не хуже опять же в россии очень много продают поддельных турмалинов и очень много тармой турмалинов продает плохого качества которые уже залиты стеклом краской какой-то да они не очень хорошо выглядит видимо поэтому турмалины у нас не очень востребованы на самом деле камень я бы не сказал бы что-то он плохой или чем-то уступает тому же розовому сафиру до внешне вот как бы на мой взгляд нет он совершенно такого же качества и красоты номер 24 шпинель и не просто шпинель это шпинель кобальтовая то есть вот этот синий яркий цвет дает содержание кобальта в нем да в камне 8 карат и мне сказали что он из вьетнама я очень долго не верил потому что вьетнаме находят крайне мелкую кобальтовую шпинель прям маленькие маленькие совсем камешки но вот тем не менее оказалось что сдали на сертификат моего и смогли установить регион это не всегда получается потому что бывает что в камне нет каких-то характерных включений да но в данном случае смогли да действительно это шпинель кобальтовая и да действительно она из вьетнама это большая редкость not собственно 8 карат не кобальтовый из вьетнама я вижу впервые я понимаю что не все из вас сейчас скажут некоторые да что ну и чё тут такого но просто редкость если вы в этом деле то вас конечно это должно удивить как меня удивило то есть камень по сути уникальный чем он очень крупный такие крупные во вьетнаме находят очень очень редко номер 25 классическая шпинель мохенге практически совершенно полностью красного цвета 8 карат то есть камень крупный напоминаю до что мохенге это у нас название места добычи то есть поселочек там горах я был в этом месте это танзания африка об этом подробное видео выложено на канале поищите посмотрите вот такая шпинель яркая и вот розово-красная красно-розовое вводится только в одном месте мире то есть месторождение уникально и собственно поэтому это инвестиции шпинель мохенге идет вверх по цене с громадной скоростью ну вот от 100 процентов в год да вот она подрастает ежегодно очень стабильная и шансов что он откроет еще там пять шесть десять месторождений подобно шпинели где-либо в мире ну их практически нет то есть они почти нулевые поэтому обращайте внимание на шпинель вот то будут все месторождения разработают и будет история как с рубинами будет каждый камень по цене самолета номер 26 тут у нас варит и он в своем роде уникален почему посмотрите он не чистый как многие другие которые вам показывал да и в нем включение не похоже просто на какие-то белесые ниточки или просто внутренние трещинки на вот здесь включение в виде перышка это такой термин который обозначает трещину которая уже внутреннюю трещину естественно да которая заполнена какими-то минералами и вот здесь бурые перышки за счет этого камень считается не такого не аукционного скажем так уровня поэтому его цена значительно ниже чем была бы у чистого но вот я например такие камни обожаю то есть вот такие подобные включения на мой взгляд их совершенно не портит они придают им какой-то уникальности и характера его можно вертеть залипать до рассматривать получать удовольствие и при этом цена довольно привлекательная ну не три копейки конечно к сожалению как хотелось бы но она ниже чем была бы у чистого вот кому нравится кто разделяет мое мнение про включение да и нравится вам такие камни тоже обращать внимание пишите в whatsapp номер 27 снова странный камень от шпинель 10 карат это конечно же не уровень аукционов и ничего уникального он просто очень странный вот то есть видите да что он как танзанит имеет сразу и синий фиолетовый цвет такое не часто встретишь то есть но я можно назвать эту шпинель смело полихромным камнем вот поэтому кто из вас коллекционирует или просто увлекается такими вот странными необычными камнями вот показываю смотрите такое тоже бывает я например не часто вижу именно вот такую странную шпинель на заказ я такое не найду поэтому если вы охотитесь за охотитесь за чем-то странным таким вот да то пишите вот сам когда в следующий раз попадется подобный я не знаю номер 28 тут у нас опять про включение которые камень делают часто интереснее да чем если бы их не было опять это шпинель 8 с половиной карат вот посмотрите там содержится рутил и пузырьки какого-то газа да и получается так что камень от этого становится очень интересным там внутри как будто бы небольшая вселенная я вот люблю такие камни говорил уже ну и собственно размер формы огранки и цвет да не очень привлекательные и мое мнение что этот камень можно смело ставить и в мужской перстень и в женское кольцо да причем вот такого похожего цвета сапфир 8 карат с половиной до будет стоить довольно больших денег а в данном случае вроде как разницы особенно нету но вот по цене она внешней разницы нету да но по цене она довольно существенная номер 29 апельсиновые солнечные оранжевые гранаты от массаев помните как нашли эту добычу я один из первых туда попал может быть первый иностранец да скорее всего первый я думаю но по крайней мере они мне так говорили может быть они конечно так всем говорят вот добыча сначала выдавали там пять шесть камней в неделю потом стали выдавать пять шесть камней в месяц а вот сейчас уже добыча она сошла практически на ноль неизвестно прям совсем она закончится или там дальше пойдет опять живо на расширение посмотрим но тем не менее в данный момент сократилась ну наверное процентов на 90 добыча цены соответственно потихонечку идут потихонечку но очень уверенно идут вверх вот поэтому с точки зрения инвестиций эти гранаты конечно же рассматривать можно и нужно номер 30 предпоследний камень вот как раз этот камень оттуда же с того же масальского месторождения но мне его передали довольно давно еще зимой вот только сейчас у нас дошли наши руки дошли огранить его да но посмотрите это как раз тот случай когда ты идешь по улице и все видят что у тебя какой-то уникальный камень многие это любят и я вас не осуждаю я считаю что если этот камень посадить в черное золото или черное серебро и вокруг насыпать черных бриллиантов будет прям вообще супер-пупер по сути цвет уникальный то есть его можно сравнить со шпинелью махенги запросто и вот ну крайне редко такого цвета граната попадается да еще 18 карат да еще чистый вот поэтому тоже если вы охотники за ярким чем-то редким уникальным не упустите свою возможность я не думаю что ближайшие полгода мы что-то подобное найдем номер 31 заключительный камень на сегодня я могу так часами вам рассказывать но тоже надо иметь совесть да вот время на ютубе не резиновая как говорится редкая штука называется берилл да вот они в основном идут не ювелирного качества как и лунный камень но отбывает и вот такого ювелирного качества и тут мало того что мой огранщик впал значит записывался и вот смотрите что он сделал да то есть он молодец он еще не просто белый и такой искристый он съели еле видимым зеленоватым оттеночком камера практически не ловит этот оттенок вот кое-где иногда его видно да вот глаз видит его больше чем камера но вот такой оттеночек он уникальный то есть такое слегка зеленоватый мятный камень вот с такой крутой огранкой собственно ведь даже что-то обычное может выглядеть очень очень красиво такой камень один и с таким оттеночком мы не найдем то есть он вроде простой но и в то же время довольно уникален да вот на сегодня наверное все всем всего хорошего не болейте берегите родных старайтесь избегать поветрия которая в данный момент у нас весь мир захватила всем всего хорошего пока